Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня, 19 марта, мы вспоминаем праздник обретения Чеченого Креста Господня и гвоздей Святой Царицы Елены в Иерусалиме. Поговорим о значении этого праздника. То есть, долгое время христиане находились, вообще вся церковь находилась в состоянии гонений. То есть, государственная власть ее преследовала, то есть, христианство было вне закона. Римскими законами, очень, между прочим, толерантными, которые признавали очень многие религии, то есть, там, египетские, там, сирийские, какие угодно там культы. Христианство было поставлено вне закона. И вот прошло это время, то есть, появился на престоле Святой Ренопостный Константин. Христианство было легализовано, оно вышло из тени, как бы, да, перестал. Прекратились гонения. И вот стало возможно, святая царица Елена, будучи очень благочестивой, мать Святаго Ренопостного императора Константина, решила предпринять поездку в Иерусалим для того, чтобы попытаться найти исторические свидетельства для подтверждения веры Христовой. Это же, вот почему это столь важно для нас? Потому что это реальные исторические доказательства того, что это было на самом деле. То есть, это, чтобы никто не сказал, что это, там, выдумка, там, да, неправда. Вот, и за 300 лет многое изменилось. То есть, и само это то место было до неузнаваемости из Каверкана, то есть, там было всё засыпано, была груда мусора. То есть, с великим трудом удалось найти там свидетелей, которые там помнили одних свидетелей, да, свидетелей других, там, какой-то там престарелый, там, иудей помог произвести раскопки. И вот обрели три креста. То есть, нашли это место, Голговку, обрели эти три креста. Ну, какой из них? Там были распяты с ним два разбойника. Какой из этих крестов является именно крестом Господнем? Как это было возможно узнать? И вот Господь дал следующий знак. То есть, там происходили в это время похороны. И вот этого человека, которого несли мимо, к нему стали, вот, приложили сначала один крест, потом второй, вот, когда приложили третий крест, произошло чудо воскрешения. То есть, стало понятно, что это действительно та самая святыня. Вот так это произошло. Воскресение называется у нас крестопоклонным. Это третье воскресение Великого Поста. И что в этот день, почему оно называется крестопоклоном? Почему такая привязка? Почему упоминание о кресте? То есть, какие мысли приличны христианину в этот праздник? Вот существует такое мнение, что, вот, особенно это слышно со стороны сектантов, там, протестантского толка, там, ну и со всяких нецерковных сторон, что вот крест, это же орудие казни, зачем мы должны почитать, почитать орудие убийства, по сути, то есть орудие страдания. То есть, и вот, что мы должны на это ответить? Мы христиане. Ну, что на это надо сказать? Всё немножко не так. На самом деле, крест – это орудие победы, Христа над дьяволом. Потому что это только вот так, к неискушённому взгляду, может показаться, что, да, там, Христа, там, схватили, там, подвергли его смерти принудительной. Всё, что касается в данном вопросе Христа, нельзя так считать, потому что это была добровольная смерть. В Евангелии Христос неоднократно об этом говорит. Говорит, никто не забирает эту жизнь у меня, я сам отдаю её, имею власть принятию, имею власть пайки отдать, и имею власть пайки принятию назад. То есть, на эти слова сказали люди, говорят, что он говорит вам, кто может это слышать, какой-то безумный, да. То есть, ну, это на самом деле так, потому что он добровольно умер за наши грехи. То есть, и в данном случае крест был орудием нашего спасения. То есть, да, там, дьявол посчитал, что таким образом он праведника уничтожит. Там, Иуда сделал своё дело, пересвященники сделали своё дело, которые распинали Христа. Но что в результате этого произошло? Христос был поглощён смертью, и эта смерть была им разрушена изнутри, потому что невозможно было удержать смерти начальника жизни. То есть, в данном случае это была военная хитрость, которая была употреблена Христом. И почему все святые отцы сходятся к тому, что крест – это знамение Христова. Вот когда в апокалипсисе сказано у нас, что перед тем, как явится Господь, будет на небе знамение Сына Человеческого. Что это за знамение Сына Человеческого? Это крестное знамение. То есть, почему мы вчитаем крест Христов? Потому что святой практикой православных подвижников доказано, что он вот так вот влияет на силы сопротивные, на силы демонические, что они не могут его терпеть, поскольку крестом мир побеждён, дьявол со смертью, то есть для него теперь крест – это страшная вещь, и он, говорит, не может его терпеть. Человеки бывает, что неблагочестивые попирают крест, но дьявол его боится и трепещет. Достаточно совершить крестное знамение христианину, и все бесовские призраки отступают. То есть, плюс крест – это ещё и образ жизни христианина. То есть, Христос как о себе говорит, «Я есмь путь и истинная жизнь». То есть, вот он сам нам показал, как нам должно себя вести. То есть, он сам пронёс свой крест, будучи ни в чём не повинным. Но мы-то не можем про себя сказать, что мы ни в чём не повинны. То есть, мы, когда мы несём свой крест, следуем за крестом, как он говорит, «Возьмите свой крест и идите за мной». Мы таким образом совершаем дело своего личного спасения. То есть, если просто-напросто, существует такое мнение, что никаких христиан без креста не бывает. Поэтому крест – это демонов язва и ангелов слава. 22 марта совпадает с памятью 40 севастийских мучеников. То есть, что это за святые, почему мы их празднуем так в память, что вообще такое мученичество, когда это произошло, об этом сегодня поговорим. Это было время после того, как к власти пришёл святой равнопостный Константин Великий, который дуровал церкви мир в Миланском Эдикте 1313 года. Но пока ещё в империи власть ему полностью не принадлежала, его соправитель с западной части империи, Ликини, был язычником и готовился к ним, к встрече, соответственно, на поле боя с Константином. И вот он задумал зачистить своё войско от христиан, которых он считал ненадёжными элементами, при том, что эти люди были очень качественными воинами, очень хорошо исполняли свой воинский долг, но он считал, что они недостаточно благонадёжны для него. И вот началось с того, что несколько раз этих воинов пытались уговорами, угрозами как-то заставить отречься от Христа, при этом поклониться идолам, любым образом выразить лояльность языческому правителю. И они наотрез отказывались. То есть там были применены и угрозы, соответственно, и вот это вот, как его, ну, какие-то там, лесть какая-то, уговоры. И, наконец, им не удалось вот так вот, несколько дней они пытались их уговорить. И вот этот вот, значит, правитель, он решил устроить следующее дело. То есть тогда погода испортилась, и, говорю, подолгал сильный ветер, заморозки случились. Это была Кабдакия. То есть Кабдакия – это нынешний, это Севастийский. Почему Севастийский? Это озеро в Армении, то есть это в той части Армении, которая, ну, это сейчас, сейчас это север Турции. Вот, сейчас это находится на север Турции. Ну и вот, что случилось? То есть случился мороз, северный ветер, и вот этих воинов раздели догола и погнали там на это озеро, чтобы они там замёрзли и умерли от холода. А для того, чтобы их искусить, на берегу озера растопили жарко баню и поставили конвой, который будет это охранять, охранять всё это дело, да, чтобы они, никто там не сбежал. И вот они, когда они там стояли, готовясь принять смерть, то есть при том, Господь их уже несколько раз им давал в течение их исповедничества им знамения свыше о том, что укреплял их на подвиг, они были готовы. И вот так случилось, что свет свыше осиял их, и так, что вода даже в озере сделалась тёплая. Говорит, ну вот, к сожалению, один из воинов из сорока не выдержал, не выдержал. Бесопские помыслы его победили, и он рванул к берегу, надеясь отогреться. Но даже добежав к берегу, он умер около берега. В то время, как один из конвойных увидел вот это чудо о том, увидел, и даже ему дано было увидеть венцы, которые были приготовлены, небесные венцы великой славы, приготовлены этим воином. И вот он увидел, когда какой славы сподобляют христианы, и он тоже закричал тем своим конвойным, которые его окружали, окружали, что я, говорит, я тоже христианин. И он тоже разделся, и вот это вот, сам будучи охранником, он бросил это всё, и побежал, и дополнил число вот этих вот убиваемых воинов. И вот так вот они практически все, они погибли в тот день. При этом языческие правители постарались уничтожить останки святых мучеников, выбросить их. Но Господь устроил так, что было одному епископу явление, ему было указано, где эта мощь, где находится, они взяли их, пришли с великой славой. Вот так совершились их страдания. Особое по своему значению смыслу богослужения чин недели торжества православия в городе Симбирске был совершен впервые. В главном храме Спасо-Вознесенском кафедральном соборе чин возглавил митрополит симбирский новоспасский Иосиф. Владыке сослужил сон епархиального духовенства. Суть этого праздника в торжестве – победы церкви над ересями, искажавшими учения христианской веры. Содержание чина торжества православия в том, что в ходе службы возглашается анафема тем, кто отпал от Святой Церкви. И не просто возглашается, а объясняется, кому и по какой причине возглашена эта анафема. И глаголы щебоны бытии идолы анафема. В течение недели православия вспоминаются святые угодники Божьи и те люди, которые подвязались ради сохранения чистоты православия, те, кто отошел в мир иной, с правой верой в своем сердце. В этот день Церковь возглашает им вечную память. И, конечно же, в этом чине возглашается многое лето тем, кто сегодня хранит святое православие. Это и патриархи, и архиереи, и духовенство, и монашествующее, и, конечно же, вы православное, потому что все мы вместе составляем единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Чин недели православия призван напомнить о том, кто может называть себя православными людьми. В этот день вспоминается и восстановление иконопочитания, которое было окончательно утверждено на Константинопольском соборе в 843 году. Сегодня мы не мыслим храма без икон Господа, Богородицы, святых угодников Божьих. К ним мы обращаемся со своими просьбами и надеждами, взирая на их святые лики и получаем утешение и благодать. Мы сегодня должны особенно усердно молиться Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу, чтобы Он соблюл свою церковь от искушений, от соблазнов и расколов, чтобы всех православных христиан сохранил в единстве вере и чистоте ее исповедания. В завершении богослужения многочисленное духовенство миряне, все, кто пришел воскресным вечером в храм, чтобы поучаствовать в этом особенном чине, поклонились установленным на середине собора иконам Спасителя и Пресвятой Богородицы. Наталья Шуплецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. При крещении ребенка батюшка сказал, что имя ребенку можно дать то, которое было дано при рождении. Мою дочь зовут Карина. Я, конечно, удивилась, ведь имя не православное, но рада была тому, что не надо придумывать другого имени. Сейчас возникла проблема. С таким именем не берут церковные записки и читать это имя не будут. Я расстроена даже, церковную записку за здравие заказать не могу. Подскажите, как теперь быть? Вообще, достаточно часто задают священникам вопросы о том или ином имени, можно ли крестить с тем или иным именем. Буквально два месяца назад Священный Синод принял такое постановление, вообще, как и с какими именами можно и нужно крестить. И вот, допустим, те имена, которые не записаны в святцах русской церкви, но записаны в святцах других православных поместных церквей, грузинской, греческой, болгарской, американской, то с теми именами можно крестить, даже если этих имен, этих святых нет в святцах русской православной церкви. Потому что, как мы знаем, святых достаточно много, и не все они записаны в святцах русской православной церкви. Более того, можно не менять имя, если это имя непривычно нам, но, соответственно, привычно той поместной церкви, из которой, может быть, произошел этот человек, родители этого крещаемого. Допустим, нам привычно имя Иоанн или Иоанна. Допустим, в американской православной церкви привычны имена Джон или Жанна. И, соответственно, если человек приехал оттуда, можно крестить, и он в паспорте записан Джон, то есть Иоанн по-нашему, то можно его крестить с именем Джон. Что касается вашего вопроса про имя Карина, мы знаем, что действительно такой православной святой, как Карина, нет. Но есть православная святая Кассиния Анкирская, которой, в принципе, как бы оголосовано имя Карина. То есть, если мы имеем в виду Карина, то обычно Карина – это как раз у них святая покровительница, святая Кассиния Анкирская. Но если батюшка по какой-то причине не покрестил вас именем именно Карина, то просто, значит, нужно сказать об этом тому человеку, который записывает в лавке церковной, или священнику тому, сказать, что именно нас покрестили вот с этим именем Карина, и тогда, я думаю, вопросов больше уже не возникнет. Это как бы святое имя, и у вас святая будет Кассиния Анкирская. Белоснежный храмовый комплекс села Арская находится в 20 километрах от Ульяновска. Его серебристые купола с крестами словно выплывают из заснеженной равнины, когда едешь по трассе. Рядом приютились многочисленные дома сел Арская и погребы. Почти 20 лет настоятелем храмового комплекса является протеерей Алексей Кармишин. Когда владыка Прокл направил его сюда на службу, здесь стоял один полуразрушенный храм Богоявления. Отец Алексей пришел в ужас, когда оценил профессиональным взглядом архитектора, кем он был до рукоположения в сан священника, состояние постройки. А когда я приехал сюда, уже будучи священником, я просто вообще не ожидал. Просто люди, которые не профессионалы, начинают заниматься не своим делом, они так напортачили, а в конце даже вообще решили все дело сломать. И вот пришлось потом уже 7 лет его восстанавливать. Там сложнейшие вещи, там такие сложнейшие вещи были, что я просто не встречал. Как говорит священник, в первый раз он здесь побывал в 1992 году. Тогда в потолке зияла одна двухметровая дыра, которую можно было залатать. Через 10 лет храм был весь в дырах, но его надо было сохранить во что бы то ни стало. Его стены помнят историю нашей земли. То есть храм 1649 года, постройки, самый старый храм в Леонидской области, он сохранился по той причине, что его построили из кирпича. В те времена, когда строился Сибирск, в 1948 год и так далее, там еще долго-долго-долго строили дома, храмы все были деревянные, потому что кирпича не делали, а леса было полно. Ну а здесь, поскольку природная аномальная зона, здесь никогда молнии не бывает. Об этом знали люди. И по этой причине царь Алексей Михайлович, отец Петра Первого, приказал построить пороховые погребы для хранения печального зелья. Отец Алексей твердо решил, что храм восстановит. Правда, тогда он еще не знал, кто ему станет помогать. Интересно, что к храму больше потянулись не те, кто жил рядом, а беспризорные дети, молодые люди, вернувшиеся из Чечни и попавшие в преступные группировки. Каждый из них оказался один на один со своей бедой. Они искали путь истинный и нашли его здесь, в Арском. Но прежде всего они нашли приют, поддержку и помощь. Их истории кажутся невероятными. А это было не так давно, всего-то 17 лет назад. Одного звали Виктор, он сбежал из Минского детского дома и ехал к бабушке. Ему сторож этого детского дома сказал, когда ему было 14 лет, мы его справляли, ему 13 лет было, он сел на поезд, сбежал. Сказал, у тебя есть бабушка, она живет в Красноярском крае. Он раз ночью избегает, поехал в Красноярский край. И тут его высадили с поездки. Как же ты там искать-то будешь? А что там найду я? Как ты найдешь? Ну, говори. Я приеду в Красноярск, прошу, где здесь деревня. Зайду в деревню и спрошу, где бабушка. Так набралась команда ребят-подростков и вполне взрослых людей со сломанной судьбой. Они засучили рукава и принялись за возрождение храма. Кто-то из них когда-то имел вполне достойные специальности, но мало кто имел дело со строительством. Отец Алексей, архитектор и зодчий по профессии, обучил их всему, что мог сам. Чудеса стали происходить с того момента, как начали реставрацию. Об этом не устает рассказывать отец Алексей. И здесь нет никакой аферы, в чем некоторые пытаются обвинить священника. Я обратил внимание, когда зашел сюда, на черных стенах, там стены черные практически все были, появились какие-то цветные пятна. Потом больше, больше, и потом вот лицо Иисуса Христа, он на той фреске, лицо апостола, красный платок, потом платье женщины, рука ребенка, голова ребенка, потом больше, больше, какие-то на этой фреске, где несение креста, стало что-то появляться. Само собой, никто не мыл, там не чистил. А пока восстанавливали старый храм, заложили рядом фундамент нового, который носит имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. И выстроили его за 9 месяцев. Более того, он построен по образу и подобию церквей 12-14 века. Поэтому в данном исполнении этот храм единственный в Ульяновской области. Храм уникален и своей крестильной, баптистерием, где крестят взрослых и младенцев по старинным канонам, полностью погружая в воду. Вода, освещенная баптистерием, должна выливаться по канонам только в реку, или в озеро, или в море. Никаких других вариантов нет. Ни в овраг, ни в канализацию, не дай бог там с общей трубой пересекаться, как у ванной. Это будут духовные преступления. А здесь вот мы, с пацанью, с вот этим, с разным, копали траншею 130 метров, дынули на глубину 4,5 метра. И вывели эту трубу. Отец Алексей подчеркнул, что каждый раз перед крещением обязательно проводится беседа, что-то вроде экзамена. Далее читаются все молитвы матери, заклинательная молитва, и каждый раз освещается вода. Иконы, к слову сказать, в баптистерии старинные, подаренные и привезенные из разных храмов области. Прямо над самим баптистерием, как и полагается, в алтаре на престоле лежат мощи святых мучеников и орданских. Стены украшают старинные иконы. Некоторые из них перенесены из старого храма. Их сохранили местные жители и вернули, когда святыню восстановили. Икона Пресвятая Троица написана в XIX веке в московском монастыре. Перед ней лампадка иногда сама зажигается. Она досталась отцу Алексею по наследству, от прадеда, тоже священника. Но больше всего людей приходит поклониться чудотворной иконе священномученика Харалампия, образ которого почитается в христианстве наравне с Николаем Чудотворцем. Она появилась в храме чудесным образом, случайно подаренной жительницей одного села. Приложившись к ней, многие исцеляются от болезни, кому-то сопутствует удача. Потом, когда она появилась, я сначала не знал об этой иконе ничего. А потом стали мы изучать истории, там и всякие факты, это рассказы, с людьми встречаться. Оказалось, что эта икона была именно этого братства, священномученика Харалампия, которое было у нас в начале 20 века, где Иоанн Кронштадтский у нас пожизненный братчик до сих пор является. И когда заложили мощи и священномученика Харалампия, в этот день здесь начались различные чудесные явления. Многие иконы светиться стали, исцеления пошли. Во время строительных работ по укреплению грунта были обнаружены семь выбивавших ключей чистейшей воды у новой церкви. Их объединили в один святой источник. Родник хоть и появился в селе недавно, но уже оброс своей истории. Есть и рассказы о получивших исцеление у источника. Слепые, искупавшись в его водах, прозревают. Глухонемые начинают слышать и говорить. Бездетные бывают обрадованы скорым зачатием и рождением ребенка. Храмовый комплекс Арская это не просто два стоящих храма, которые каждый по-своему уникальны. Это и не монастырь, хотя напоминает чем-то своим укладом жизни. Здесь даже живут монахи. Арский приход это целое государство. Переступив его порог, каждый попадает под защиту духовную и физическую. Здесь каждого обогреют и накормят. На территории есть своя столовая, поликлиника, кузница, швейная мастерская. Когда-то был центр реабилитации участников локальных конфликтов. Сейчас на себя эти функции взяли государственные органы. В Арском большое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения. Дети обучаются в церковно-приходской школе, где проходят занятия по рисованию, рукопашному бою, народным промыслам, танцам и православной культуре. Они участвуют в концертных программах и многочисленных конкурсах. В зимнее время арским приходом на базе Духовно-патриотического центра проводится межрегиональный рождественский фестиваль «Возродим Русь святую». В рамках него проходит конкурс поделок. Их присылаются всего региона столько, что целая комната просто заставлена ими. Также полюбились многими артские чтения, межрегиональный фестиваль и творческий конкурс «Пасха радость нам несет» и другие конкурсы, организованные сотрудниками артского прихода. Все эти конкурсы, по мнению отца Алексея Кормишина, являются важной составляющей духовно-нравственного воспитания, которая имеет особое значение в общественной жизни страны. И, несомненно, православие должно быть связано с жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...